Всем привет! В эфире «Импульс Севера» и Юлия Шаркова. Приступим к обзору событий дня. На Ямале расширили меры поддержки для членов семей военнослужащих СВО. В частности, принят новый порядок получения ими компенсаций. Теперь их дети, в том числе неродные, имеют право на полное возмещение стоимости затрат на учебу в колледжах, техникумах и вузах. В том числе, если знания они получают за пределами нашего региона. На Ямале действуют 54 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Перечень мер постоянно улучшается в зависимости от запроса жителей Ямала. А теперь о поддержке коренных северян. Для них предусмотрен не только чумовой капитал. Жители Ямала бесплатно получают помощь для введения традиционного образа жизни. В основном это касается кочевников. Им предоставляют все для возведения чумов. Впрочем, если образ жизни полукочевой, тоже можно рассчитывать на помощь от региональной власти. Но там несколько иной набор. Это материалы для временных построек, а также печи для изб. Всего в перечень входит 23 вида товаров. В комплексную поддержку входит даже спутниковая связь. И в продолжение темы. С 1 февраля открыт прием заявок на оздоровление в 2025 году от ямальских пенсионеров. Это мера поддержки. На Ямале работают уже не первый год. Однако в этот раз для заявителей приготовили несколько приятных изменений. Сегодня я побывала в управлении по труду и социальной защите населения. Пообщалась с Лилией Колосовской, начальником отдела социальной реабилитации населения. Для обращения к нам за возмещением по оздоровлению санаторно-курортным лечением к нам обращаются неработающие граждане. Женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет. С 2024 года внесены изменения в наше окружное законодательство. Если ранее неработающие граждане могли оздоровиться один раз в три года, сейчас они оздоравливаются с 2024 года один раз в два года. Если ранее сумма возмещения за сутки была 1960 рублей, сейчас эта сумма увеличилась и она является 2800 рублей. А как можно подать это заявление? Заявление подать можно у нас через МФЦ, либо через госуслуги в органы соцзащиты. К нам предоставляются эти документы, мы их начинаем обрабатывать. Я хочу обратить внимание, те граждане, неработающие граждане, которые отдохнули в 2022 году, они имеют право в 2024 году уже получить оздоровление. То есть у них как раз уже получается один раз в два года. Если они не желают в 2024 году оздоровиться, то они к нам обращаются с 1 февраля по 1 октября включительно на оздоровление в 2025 году. Если сейчас гражданин отдохнул в 2023 году, то они к нам сейчас обращаются с 1 февраля, мы принимаем заявление на постановку в очередь по вопросу оздоровления. То тогда получается, что он с 1 февраля 2024 года подает по 1 октября включительно 2024 на 2025 год. К заявлению о возмещении расходов за самостоятельную приобретенную путевку неработающий гражданин обязательно сейчас предоставляет справку для получения путевки, которую он получил до оздоровления. И которую утверждено Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это форма 070У. И она должна быть выдана организации, которая находится на территории автономного округа. То есть по месту прикрепления этого неработающего гражданина. А есть какой-то определенный перечень санаториев, куда может поехать неработающий пенсионер? Неработающие граждане могут отправиться в любое санаторно-курортное учреждение, которое находится на территории Российской Федерации. Ну и конечно, наверное, по тем медпоказаниям, которые уже врачи ему назначат. Жителям нового Уренгоя расскажут все о предстоящих выборах президента России. 17 февраля в городе реализуют проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий в специальной экипировке будут ходить по квартирам избирателей. Проинформируют граждан о дате, времени и способах голосования. Расскажут, где находится их избирательный участок. Специалисты также уточнят списки избирателей и как нового уренгойца предпочитают голосовать – на дому или на избирательном участке. Каждый представитель участковой избирательной комиссии должен иметь при себе удостоверение. На телефоне у него будет установлено специальное мобильное приложение «ИнформУИК». По квартирные обходы продлятся до 7 марта. В будни нового уренгойцев будут посещать с 17 до 21 часа, выходные с 10 утра до 5 вечера. «Просьба к нашим нового уренгойцам, когда к ним будут стучаться наши члены комиссии, красивые, позитивные, открывать дверь, беседовать с ними. Беседа займет не более 4 минут. Там очень ограниченный перечень вопросов. Все эти вопросы и ответы, которые избиратель будет давать, будут вноситься в телефон, в котором загружено специальное мобильное приложение «ИнформУИК». Выбор важен во всем. От него напрямую зависит наша жизнь, ее качество и где мы ее проведем. Совсем юная жительница нового уренгоя выбрала для себя легкие деньги. Так она думала, по крайней мере. И теперь проходит обвиняемой по уголовному делу. Ей грозит большой срок в колонии. Расскажите своим детям, как сомнительные предложения могут серьезно испортить им биографию. А лучше зовите к экрану. Сейчас все расскажет Павел Прожогин. Здравствуйте. Юную жительницу нашего города будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Тот, кто заманил девушку на преступную дорожку, тоже ответит перед законом, но на него завели другое уголовное дело за то, что предложил несовершеннолетний поработать курьером. Она успела забрать партию наркотиков из тайника на продажу. Бизнесу помешала полиция. Когда девушку задержали при себе, у нее было 18 пакетиков дури. Это потянуло на статью за крупный размер. Напомню, в России юный возраст не поможет избежать уголовного преследования за причастность к изготовлению или торговле наркотиками. Суд и колония стопроцентно грозят с 16 лет, а в некоторых случаях даже с 14. Максимальное наказание – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет и даже до пожизненного. Штрафы до 1 миллиона рублей. Мошенники продолжают охоту за денежками легковерных ямальцев. И я не буду призывать вас к бдительности. Лучше назову суммы. Выводы делайте сами. Итак, жительница Нового Уренгоя повелась на звонок в Телеграм от своего мнимого работодателя. После разговора с ним она оформила кредит и перечислила преступникам 1 миллион 600 тысяч рублей. Жертве из Надыма позвонил якобы ФСБшник. Тут прозвучала довольно мутная легенда о каком-то гражданине, который находится в розыске и помогает преступной группировке. Итог – мошенникам ушло 4 миллиона. А самые крупные потери у жительницы Ноябрьска. Через WhatsApp ей предложили заработать на бирже, легких денег женщина не получила, зато перевела непонятно кому почти 5 миллионов рублей. Ямальцы обвиняют в покушении на убийство. В конце января в Акцарке приезжий из соседнего района выпивал в компании местных. Вспыхнул скандал, который перерос в рукопашную. Другие участники застолья попытались урезонить пьяных драчунов. Но безуспешно один мужчина вооружился на кухне ножом и три раза пырнул уже лежавшего противника. Добить не дали хозяйке квартиры и гостей. Раненого спасли врачи. Одного ждет долгое лечение, второго – суд. Теперь огненные сводки. 3 февраля в Ноябрьске загорелось общежитие. Огонь до приезда МЧС потушили сами жильцы. Предварительная причина ЧП – неосторожность при курении. С 29 января по 4 февраля на Ямале произошло 9 техногенных пожаров. Погибших нет, зато есть трое пострадавших. Новоуренгойская транспортная прокуратура расследует обстоятельства экстремальной посадки легкомоторного самолета. Это произошло 2 февраля. Ан-2 приземлился на площадке Буровая 201 в Пуровском районе. По предварительным данным, борт попал в сильный порыв ветра. Из-за этого сбил хвостовой лыжей фонарь на полосе безопасности. Новоуренгойские автоинспекторы дважды помогли водителям, попавшим в дорожные неприятности. Первый застрял в Кювете на Большегрузе. Это случилось 1 февраля на трассе Сургут-Салехард. Экипаж ДПС организовал эвакуацию машины. А накануне на этой же трассе другой экипаж заметил Большегруз на обочине. Водитель рассказал, во время движения пробил два колеса. Инспекторы помогли заменить колеса и сопроводили дальнобойщика к ближайшей стоянке. Если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП на дороге, как можно скорее звоните в 112. Теперь аварийные сводки. Поздно вечером 5 февраля в ноябрьский водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в столб. Травмы получил пассажир, который угодил в больницу. Всего с начала года в округе произошло 527 ДТП. Погибли 5 человек, 21 ранен. На сегодня это все. Следите за собой и будьте осторожны. Пока. Первые, кто узнает о всех происшествиях ДТП, авариях на сетях и чрезвычайных ситуациях в городе, сотрудники единой диспетчерской службы. В прошлом году им позвонили и попросили помощи почти 124 тысячи раз. Напомню, дежурным помогает следить за порядком система «Безопасный город». Всего в газовой столице работает 455 камер, из них 175 установили в 2023 году. Кроме звонков, сотрудники помогают в координации поисково-спасательных работ и держат на контроле все массовые мероприятия. Наибольшее количество обращений было по линии станции скорой медицинской помощи. Это более 24 тысяч обращений. По линии УМВД по городу Нового Рингу это почти 19 тысяч обращений. Более 8,5 тысяч обращений по линии организации, по обеспечивающих работу жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, почти 3200 обращений в пожарную охрану города Нового Рингу. Ну и остальные обращения по различным направлениям деятельности. Новоуренгойская детская библиотека 15 февраля отметит 43-й день рождения. Сегодня мало кто помнит, что книги для нее собирали всей большой страной. На призыв журнала «Смена» прислать книги для юных читателей откликнулись тысячи людей. О самых интересных посылках в адрес библиотеки регулярно писала наша газета. Вот одна из заметок, опубликованная в «Правде Севера» 8 февраля 1981 года. Первая бандероль в адрес будущей Новоуренгойской детской библиотеки пришла из города Обнинска Калужской области от ребят из пионерского отряда «Солярис». На ней была приписка. Посылка первая, но не последняя. Посылка была небольшая, книжек 5-10. Но именно с этого ручейка началась книжная река, которая половодьем затопила все помещения взрослой библиотеки и даже подсобные комнаты спортивного комплекса. Около 20 тысяч книг уже пришло со всех концов страны. На днях в эту реку влился еще один мощный поток. В аэропорту Ягельное приземлился самолет Ил-18 из Москвы. На его борту было 17 тысяч книг. Дар новоуренгойцам государственных детской и юношеской республиканских библиотек. Вернемся к теме осознанного выбора и бескорыстной помощи. Вот уже почти год в Новом Уренгое работает пространство, объединившее под своей крышей все волонтерские организации города. Это центр добровольчества. Накануне большой тусовки по поводу годовщины, а она состоится 10 февраля, мы пообщались с активистами. Они занимаются самыми разными направлениями. Одни помогают животным, другие выбрали дело экологии. Третье – патриотическое направление. Есть социальные волонтеры, есть событийные. Что заставляет разных людей заниматься добровольчеством? И какое оно – волонтерство по-новоуренгойски? Об этом вам расскажут сами активисты. За 2023 год мы провели своих мероприятий, наверное, где-то свыше 80. Но это такая вот официальная статистика. Если же, конечно, брать в общем, то сопровождение всех городских мероприятий. Мы выполнили с нашими волонтерами более 100 заявок. Это по помощи населению непосредственно в приобретении продуктов, лекарств, доставке их на дом. И также активно ведется работа по помощи семьям, мобилизованных граждан. Также наши ребята помогают. У нас сейчас есть уже тот актив, на который мы можем опереться. Есть у нас актив ребят, которые постоянно принимают участие в мероприятиях. Волонтеры в различных направлениях – событийные, экологические, патриотические. Конечно же, активист волонтеров Победы. Участвую в таких акциях, как «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Парад Победы». Мы очень активно сотрудничаем с нашими некоммерческими организациями, объединениями, школьными отрядами. Мы можем проводить на базе нашего центра какие-то мероприятия. Также мы активно отзываемся, и у нас уже есть живые примеры, на просьбы, например, организаций. Вот в прошлом году к нам вышли с инициативы организации. Говорят, что у нас есть небольшая наша организация, есть коллектив, но мы не знаем, где и кому чем-нибудь помочь. Мы нашли семью, которой требовалась помощь, приобрели инвалидное кресло, и с этой организацией, с представителями выехали и подарили. В Новую Рингу меня привела учеба, я здесь учусь. А волонтерская деятельность – это моя жизнь. Когда я сюда переехала, я уже приехала в сознательном возрасте, мне было 16 лет. И, в принципе, если сравнивать людей там и здесь, которые занимаются волонтерством, они занимаются одним и тем же. Но тут уже возраст другой, тут более масштабнее. Там больше дети занимаются, а здесь и взрослые люди. Всегда мы готовы поддержать любые инициативы, всегда наши двери открыты для всех. У меня на этом все. Еще больше новостей ищите в нашем телеграм-канале «Импульс Севера». В студии работала Юлия Шаркова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!